Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Сегодня у нас довольно-таки необычный будет выпуск, потому что это будет батл. Батл будет происходить из-за чего? Смотрите видео. Давай-ка замутим батл на 800 ступеней. Итак, знакомимся. Как вас зовут? Маша. Откуда? С севера куриц. С Камчат? С Сахалин. Как тебя занесло к Анапу? Я все бросила и переехала. Вообще отлично. Как ты думаешь, у меня шансы тебя победить? Я не знаю. 50 на 50? Зажатая такая. Вчерашнее видео выглядело гораздо более ростовно. Не знаю. Я откуда узнаю твои возможности, как ты бегаешь. Наказание для нее. Мы договорились, что она будет мыть машину в купальнике. Нет. Без купальника? В штанах. В каких штанах? Это неинтересно. Я и так сам машину помою. Нет. Что нет? Не помою? С голову не буду. Смотрите. Утро начинается с пробежки. Самое веселое, что сегодня уже здесь дует довольно-таки сильный ветер. Там у нас идет дождь. В телеграм смотрите сторис. Это на самом деле печально. Мы поднимаемся на 800 ступеней и оттуда продолжим с вами общение. Сдувает ветер, друзья. Она говорит, что вообще не спала. Готовилась всю ночь, отжималась, приседала. Я боюсь проиграть. Какое наказание ты для меня придумала? Ну-ка. Закутано в одеяль. Нет. Давай нормальное что-то. Надо что-то нормальное. Нормальное должно быть звучать. Помыть машину в купальнике, но выйти в какой-то… Для меня тоже в купальнике машину помыть ненормально. Давай я тебя, не знаю, помою машину. Или там, не знаю, окна тебе пойду помою. Да нормально я придумала. Нет. Ну это какая-то дичь. Почему дичь? А для меня дичь. Так, короче, согласитесь, ребята, в кастрюле куда-то идти, в общественное место, это пугать людей. Ладно, кастрюлю можешь не одевать. Да нет, вообще просто почему к этому… В трусах одеяло? Выходишь? Вот смотри, у нас с тобой спор, а не с какими-то людьми. Зачем шокировать других людей? Правильно? А зачем тогда меня в купальнике машину помыть? Ну так это же для меня будет награда, то есть буду смотреть как… Нет. В смысле нет? Нет, без купальника. Хорошо, я согласен. Все, ребята, Гриш, она будет мыть без купальника машину. Нет. Вот так, друзья, посмотрите, какая красота с утра, пока вы спите. Ух ты. Да? Да. Ух ты. А море какое чистое, прикинь, вот там купаться вниз. Да. Ты высоты боишься? Нет. Блин, обидно. Очень бы боялась. Было бы интересней. Кто хочет приехать сюда на вот те 800 ступеней, которые ведут вниз и увидеть всю эту красоту своими глазами. Поиски в Яндексе 800 ступеней. Приезжайте, наслаждайтесь. Я очень надеюсь на победу, потому что я не хочу делать то, что она какую-то дичь придумала. Но она в два раза мне легче. Она занимается спортом и бегает по утрам. В общем, у меня шансы на проигрыш очень большие. Поэтому те, кто пишет, что ты там победишь 100 процентов, это крайне не так. И я очень сильно нервничаю по этому поводу. Плюс внизу будет... В смысле, я не хочу делать какую-то... Вот как можно придумать кастрюля на голове, в трусах, куда-то в общественное место? Чего у людей в голове? Вот я не могу понять. Причем даже, я думал, может быть, там победа, какие-нибудь приседания. Мне начали предлагать именно вы в комментариях телеги о том, что надо... Да нет, меня устраивает... Давай, я не хочу вкупать какие-нибудь машины и не буду. Давай, давай снимаем. А я поприседаю. Нет. Лимоны. Блин, я спокойно ем лук и лимоны. И чеснок. И чеснок тоже люблю. Не знаю, сколько ты не можешь. Я вообще по лестнице приседать и ты тоже не сможешь. Давай тогда это так и сделаем. Ладно, подумай. Это будет ужасная больная... Приседать в купальнике? Нет. Это будет огонь. Это круче, чем помыть машину. Я согласен. Ты видела тут, какие виды отсюда открываются на лестницу? Да. Мне очень нравится с утра. Особенно чуть-чуть зеленый с рапсом берег смотрится сверхфотогенично. Температура воздуха плюс 12, поэтому можно разминаться и, собственно, бежать до лестницы. У меня после САПа боят ягодницы. Странно. Не болели. Здесь заболели. Здравствуй, лесенка. Ну, как красиво смотрится. Я не могу прям утром советую прийти, ребят. Цвета невероятные. Все. Аривидерчи. Встретимся доверху. Хочу показать мое любимое место. Это там, где можно посидеть. Здесь, на самом деле, прям очень круто. Все это выглядит. Юрина гора. Это Лысая гора. Красота. Это сходство красок ветра. Ну, сейчас чуть ниже спустимся и должно быть все по-другому. То есть, вот парковка. Сюда метров 150 и можно спускаться вниз. Здесь все очень красиво. Кстати, те, кто подписаны на телеграм, гораздо быстрее узнают о том, кто из нас победил. Так что подписывайтесь, играйте с нами вместе каждый день. Выигрывайте литр домашнего вина моего производства. Либо 500 рублей на счет. Я буду вам рад в поиске. Вбивайте Юрий Позаровский, либо ссылочка в описании. Ладно, отправляемся вниз по ступенькам. Вот они впереди. 800 ступеней счастья. Слушайте, какая резвая. Она уже куда-то ушла. Спешит вниз. Я даже не начал свой спуск. Я думаю, что надо спускаться тихо, спокойно. Чтобы не потратить эти силы. Вот это очень сильно понадобится на подъем. Друзья, я хочу сказать, что вот именно с цветами лесенка заиграла совсем другими красками. В крайней мере в прошлый раз мы приходили сюда. Мы как бы безжизненно. Тоже красиво. Тоже свой какой-то шарм особый. Но вот именно в таком формате когда-то можешь увидеть. Такие горы, такую красоту. Она выглядит вообще вау. Мне очень радует парень, который только что тут был. Вот он уже где-то там. У него уже все хорошо. Ну как у тебя? Нет еще желания сказать, что ты проиграешь? Я считаю, что рано длить шкуру неубитого медведи. Рано прямо? Говори в гоп, пока не перепрыгнешь. Ну все равно как-то должны быть амбиции. То есть, а я побежду тебя. Просто она сразу начинает кричать, я не буду мыть тебе машину в купальнике. Еще я говорю, ты еще выиграешь. Слушай, ну тебе же гораздо легче. Твои ноги длиннее. Ты меня выше. Я толще, тяжелее. И ты знаешь дистанцию. И что? Ты сейчас ее тоже узнаешь. В ней спустишься и все. Ты поднимался уже. У тебя даже есть фиксированное время. У меня обычно 9 чем-то там до 10 минут уходило. Но в прошлый раз я поставил свой рекорд. Я надеюсь в этот раз получится его улучшить. Но сомневаюсь. Потому что я бегал вчера. То есть отдыха не было. Переривы. О, смотрите. Кто-то сломал. Может с ветром. Это на самом деле печально. Потому что отсюда сель сходит. И может навалиться на лестницу. Как тебе вообще вид? Рядом с домом, где ты живешь. И которым ты не знала. Потрясающе. Я властей. Наигранно ты это так все говоришь. То есть тебе не нравится? Конечно нравится. Не нравится? Конечно нравится. Очень нравится. Но это же очевидно. Ты посмотри. Это же потрясающе. Это же великолепно. Великолепно сюда будет подниматься. Знаешь, если ты будешь подниматься в купальнике. Я готов проиграть. Нет. Мы сзади будем смотреть, как ты это будешь делать. Нет. Почему? Ну что-то не ведется. Какие провокации. Меня спровоцировало. Я с утра. Сколько времени? 7.05. Спускаюсь вниз по лестнице. А сама на провокации не ведется. Сколько тебе годиков? 30. А я старше тебя на много лет. Не на много. Ты можешь сесть, отдохнуть. Не хочет? А мне хочется. Вот разница в возрасте. Чувствуете, ребята? Я уже хочу сидеть, так думать. Ты даю себе фору просто. Конечно. Надо силу сберечь. Даю себе фору. Это же правильно все делать. Вот он кайф. То есть видишь, ветра нету. То есть удовольствие от моментов. Ты просто куда-то спешишь вверх. Такое ощущение. Тебе надо срочно спуститься вниз и побеждать. Так же не честно. Ты лови момент. Я очень переживаю мыть машину в купальнике. Слушай, я бы на твоем месте радовался. Представь, сколько вариантов предложения руки и сердца ты можешь получить после одного видео красивого. Я не хочу заживаться. Мы не будем твою жизнь сделать. В купальнике? Да. А что ты будешь тогда сделать? Твои руки, спину. Что тебе не нравится? Это первая девушка, которая говорит, я не хочу показывать свою жопу. Ты серьезно? Вообще, большинство девушек показывают все самые красивые места. Мне сразу вопрос. Это что-то не в порядке? Вроде бы нормально. Она начала прыгать. Она еще употребляет всякие разные бады. Что ты пила с утра? А ну расскажи. Ничего. Вообще ничего? Ни капли. Ни грамма. Вот это да. Вот это номер. Я думаю, подъем будет еще более интересный. Она говорит, я не буду мыть машину в купальнике. Но при этом она сейчас будет вместе с нами купаться в море. То есть ты либо будешь голышом, либо в одежде купаться. Ну либо в купальнике. То есть мы уже все увидим, все что хотим. Так ведь? И где твой ответ? Девчонки, какие девчонки? Я не подумала. Серьезно? Так подожди. Ускорный подъем нужно проверить, как у него будет потом подниматься. Сейчас смотрите. Давай, давай. Хорошо. А ты через место берешь? А я вообще еле тут ползу. Везде не получится. Я еще в тебя верю. Ну если ты проиграешь, это будет настоящий девчачий классный поступок. Нет! Скажи, ты должен страдать, да? Я не страду. О, слава богу. А то все такие побеждуны. Так, направо пойдешь, быстрее к морю придешь, но самое красивое место идем налево. Красота. Я вот, видишь, как я вот в таком темпе. То есть легонечко, потихонечку. Старческий такой. Да ты же обманываешь. Я никогда не обманываю. Ай, красота. Море. Мне очень нравится то, что оно прозрачное. Интересно, какая, конечно, у нее температура. Она в этом году еще не купалась. То есть для нее это будет открытие сезона. Это же клево. В прошлый раз я делал фотографию себе, и мне сказали, Юра, ты что, как ты можешь? Это же очень страшно. Это действительно очень страшно. Ай. Но надо немножко верить в себя. Особенно, когда я лечу над свободой. Ну и не смотреть вниз. Тогда может закружиться голова, и все будет печально. Так что не переживайте, ребятки. Жив, здоров. Надеюсь, не вредим. Ой, чувство, комментаторы зажгут в комментариях. Но я готов уже тут был погибнуть, ребята, лишь бы не проиграть. Вы представляете, вот сейчас вот тут какой-то будет просто жесть. Ну, знаешь, если... Вот, я вот как этот мужчина поднимаюсь. Вот, видишь. Что? Да ты тролишь меня. Нет. Да ты, представляешь, 800 ступеней. Как за тобой гонишься? Просто так стоять сможешь, залазить. Ну, до чего? Опасный обрезок. Так что там залазить? Залезть — это не бежать. У меня же дыхалки не хватит. В этом вся проблема. Я надеюсь, у меня хватит. Да. Я надеюсь, у тебя не хватит. Мы же добрые люди, анапчане, да? Надеюсь. Я надеюсь. Даже если я уходу, я как пасман буду зубами. Понятно. Ты первичок. Так, давай, пока мы спускаемся, еще продолжим наше интервью. 30 лет, не замужем. Какое образование? Экономическое, политическое и государственное муниципальное управление. Три разных или это... Да, это три разных. То есть, у тебя три диплома? Да. И зачем тебе столько много? Ты хотела захватить мир. Так, у тебя еще все впереди. Подожди. 30 лет еще не приговор. Хотя, на самом деле, 30 лет звучит очень страшно. Но до 33 человек, как говорит мой мастер массажа на улице 40 лет Победы 1B, Harmony Place, им огромнейший привет. Это, на самом деле, очень важно. Кстати, мастера советую — ходите, пробуйте. Я уверен, что вам понравится, по крайней мере. Я сегодня, если побежду, то это будет только благодаря ему. До 33 лет человек может захватить мир. У него все еще хорошо до возраста Христа, потом уже идет замедление всех процессов в организме. Так что, действуя, вот сегодня ты сделаешь усилие над собой и, возможно, побеждишь меня. Представляешь, сколько людей писали мне, о, вот это да, ты красавчик. То, что у меня классный результат, там, и так далее. А по итогу, получится, меня выиграла девчонка. Это будет космос. Сейчас проверим, не говори глупо, пока не переживай. Теперь расскажи про спорт, которым ты занимаешься, чтобы люди понимали, почему я уверен в твоей победе. Я занимаюсь разными видами спорта, занимаюсь каждый день. Когда я жила на Куринских островах, я каждое утро плавала. Когда бассейн закрывали на профилактику, я бегала. Еще я хожу в зал время от времени, чтобы поддерживать форму, фитнесом занималась. У тебя есть кубики на животе? Нет. Как это, что за форму там поддерживаешь? Общую физическую. Ладно, хорошо. Ой, слушайте, а что стало? Как-то море прям очень близко здесь стало на пляже. Хочу сказать, ну, много палок, потому что я бы хотел дальше. Здесь была подложка такая, каменно-песчаная. Сейчас все пляжи подсмыло. Вот это новости. Ну, как тебе местечко? Мне очень нравится. Все? Ты готова к стриптизу? Ну, ты же будешь медленно красиво развиваться. Я включу музыку. Ладно, я всегда готова. Даже когда я не готова, я не готова. Вот так надо отвечать. Красота. О, и лестница тут подкачивается, ребята. Ну, для меня это удивление. Самая большая проблема, из-за которой погибает огромное количество птиц, животных в море, это вот этот микропластик, которого в море становится с каждым годом все больше, больше и больше. Вот обратите внимание, сколько его здесь повыкидало. Птицы его едят, дельфины его тоже едят и забивают себе пищевод и погибают. А он у них не переваривается. Жесть. Ну что, пойдем, отойдем чуть от дельфина погибшего. Потому что запах тут, конечно, стоит не очень такой классный. И посмотрите, какой рельеф. Здесь по берегу можно дойти до 400 ступеней, называется спуск, который от автокемпинг гора. Ну, я честно не знаю, жив он или нет, но люди сверху там фотографируются. Также можно вернуться до 300 ступеней, но они перекрыты сверху. Кстати, если кто-то ходил, спрашивают люди часто, что с 300 ступенями снизу. И мы надеемся вообще, что администрация города покажет нам проект, в котором существует этот самый великолепный спуск возле ЖК Бельведер. 300 ступеней. Тем более, всем городом на него собирали, делали. Хочется, чтобы он остался еще и для наших потомков, администрация его только улучшала, облагораживала. Дальше, 40 лет победы, и там можно подняться наверх. То есть не обязательно карабкаться вверх по лестнице, заниматься тем, что будем делать мы тут. Одно кострище, второе кострище. Вот это вот реально непонятно. То есть пришли одни ребята, сели, говорят, разведем костер. Пришли другие, прямо рядом сели, говорят, разведем костер. А не могли как-то это вместе сделать? Прикольно смотрится. Ать! И морюшко. Мне очень интересно, конечно, какая температура у него. По цвету это просто космос. Вода помимо того, что прозрачная, она имеет какой-то такой лазурный цвет, который, честно, хочется ворваться и окунуться. Как тебе цвет моря вообще? У нее такой вид, как будто он видит. Зачем я на это согласилась? Куда я приперлась? У нее спрашиваешь, она как-то маркетолог настоящий говорит, потрясающе. Это мой любимый цвет. Тогда тебе надо было говорить и про то, что ты хочешь помыть машину. А, все, я понял. Это маркетинг, чтобы уговаривали это называется. Ну давай, ну не бойся, все будет хорошо. Да. У нее такая как раз экономическая манитеранс или маркетинга. Ее немножко прорекламируем. У нее есть соцсеть Telegram и VK. Я ссылочки оставлю на экране в описании к видео. Можете подписаться. Вдруг у вас вопросы возникнут или желание взять эту красавицу с жены. Мы немножко дальше отошли. Такой прям постамент. Моречка заход мне кажется здесь получше. В общем спокойно можно отдыхать. И надеюсь, что скалы здесь не упадут. Ну что, раздевайся. А ты точно продюсер? 100%. На верху было 12 градусов, снизу 16,5. Это говорит о том, что море здесь должно быть примерно такой температуры. Пощупай хотя бы ручкой. Водичку. Сейчас замерим и точно мы узнаем. И узнаем вообще ее эмоции. Я у нее спросил, ты сможешь? Она сказала, да, вообще легко. Ну я же тебе сказала, что я с Тихого океана. С Охотского моря. Мне твои сколько там? Не знаю еще. Ну уже ниже 16,5. Ой, слушай, тут вода наверное самая холодная. Я вчера купался на песчаных пляжах, было плюс 17. Чувствую здесь вообще может быть градусов 15. Ну это в принципе нормально. Нам, как говорится, не ее купание надо, а в трусах увидеть. Чтобы сто процентов падать. Писать ей в соцсети или нет, да, ребятки? Правда, это лучший маркетинг. 15,9 температура водички. Ну для меня в принципе очень хорошо. Я уже голенький, ждем, когда рожденется она. Тебя включить музыку? Что ты делаешь? Здравствуйте. А что вы тут присели до корточки? Туалета здесь нет. Красивая. Ну что я снимаю? Ты точно протеста? Я дед. Ну ладно, пойдемте в море, ребятки. Ты готова? Разбегаю или медленно заходим? Медленно можно максимум впустить эти ощущения. Это сто процентов. И прочувствовать. На календаре у нас сегодня последний день апреля. Если еще боитесь, если их 30 апреля, 2024 год. Водичка в принципе как тебе? Холодная. Водичка очень холодная. Не приезжайте в Анапу или приезжайте? Приезжайте. Нет, не приезжайте на меня. Теснота. Мы любим простор. Слушайте, кто не хочет вас видеть в Анапе, это те люди, которые сами понаехали в Анапу. Ха-ха-ха-ха. Давай на счет три. Раз, два, три. И пошла. Короче, она переживает о своей при... Ааа! Фух! 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 Огонь! Ты что, все что ли? Все. Ну, это было быстро. В таком купальнике ты стесняешься мыть машину? Да. Почему? Он же максимально закрытый. Нет. А что в нем открыто? Ну, только осталось какой-то этот, не знаю, замок повесить, там верности просто и все. Ха-ха-ха. Я туда делся, сейчас выйдет, там ниточки, короче, будут или вообще ничего не будет. Да тут, блин. Ха-ха-ха. Ладно, друзья. Теперь я для вас занырну. Кстати, водичка на самом деле очень комфортна. Мы долго спускались, привыкли к воздуху. Тем более там он на верху был плюс 12. И поэтому с нее вылазить не хочется. Особенно с таким красивым цветом, как здесь. Красота! Доброго, бодрого утра, хорошего настроения, позитивных эмоций и великолепных впечатлений. Ставьте лайки, мои зайки. Нам осталось увидеть, как ты садишься на шпагат. Я сейчас и сяду. А! Я сяду в форме 800. Ты можешь, как ван-дам. Вот на ту фигню залезть. Как я люблю эти моменты, ребята. Вы не представляете просто. Ты космос, детка. Посмотрите, у нас появился секундант. Представьте, пожалуйста. Виталий Храмов. Откуда ты? В Иванапе проживаем. Сколько лет или всегда? Ну, больше 20 лет. Ну, короче, уже... Я работал в тренажерном зале в атлете в Савватории Кубани. Здесь живем уже давно. Секундант там сказал, будет у нас. И побежит вместе с вами. Говорит, а что? Если у нас обоих выиграет, это будет просто космос. Вот это у меня подписчики. Вот это огонь. Вообще просто. Утро. Красота. Как тебе? Ожиданно? Нет. А ты не хотела раздеваться. Особенно без камеры я прям согласен. Можно размяться и хорошо заплыв сделать. Понравилось купание? Конечно. А за сколько у вас подъем? Юр, я не буду врать. Сейчас посмотрим. Сколько раз поднимались? Да, много раз. Походу мне... Главное не победа, а главное участие. Олимпийский девиз, да? Не переживай, я поддамся. Это точно наш чувак. Тут выясняются новые подробности. Вокруг меня одни спортсмены. Давайте за ваше здоровье. Эти... Это чемпионка по ГТО в своем городе. Как он правильно называет этот город? Северополитский. Чтоб я еще раз вас послушал. Вот те, кто мне писали. Ну ладно, я буду снимать ваши спины. Посмотрите, как она радуется. А что? Вот сейчас залазим на счет 3 и побежали. Все вместе, да? Да, я думаю. Ну какая разница. Как бы... Как бы... Мы... Ну я думаю... Ты что, угораешься? Ты настолько хочешь выиграть. А что это? Как-то может все происходить, я вижу. Сейчас я вот засеку. Блин, ребят, ну короче, я тут со спортсмедами. Я так мог проиграть только я, а теперь... Меня решили унизить по поводу. 3, 2, 1. Давай, Вера, пошел. Побежали. А мы тоже. Слушай, мне прям интересно, насколько... Да в смысле, что вы? Я как бы... Если что, я поддал. Да ладно! Слушай, мне уже интересно, кто из них выиграет. Я просто с такой скоростью точно не буду. Ребята, ну вы были насчет того... Неправы. Против чемпионов там ГТО и так далее. Да, поддал. По поводу. Да уж... Можно поддаваться. Вид снизу все равно... Прикольный. А! Мария, ты уже должна быть там вверху, как ты бегала. Вот это она выиграть хочет, а? Это у меня форды. Я? Нет. Какая может быть фора? Давай. Вот если бы ты бежал в купальнике, я бы тебя точно не отстал. Фух. Ты что, над дыханием поработать бы? Блин, сейчас... Ты можешь. Офигеть. Она лезет через две ступени. Надо было не пить кофе. Ага. Ага. Сходи туда направо. Тебе только на пользу. Тебе только на пользу. Руками вообще нечестно. Это проигрыш. Так, ее время 7.04. Мое время 7.16. Ну, говори. Юра, спасибо тебе. Это было потрясающе. Помыть по машину в купальнике хватит. Вместо спасибо. Не-э-э-э. Что, я тебя слабо что ли? А? Я за это тебе костюм наказания. Предложу выбросить. Хорошо. Называется, ну, нет, сидеть. Я вас жду в комментариях, ребята. Напишите. Та нога у тебя не прямо. Халявишь. в купальнике было бы, конечно, гораздо круче. Так вот красиво смотрится. Еще лучше, чем тогда было. Если еще штаны бы лопнули, цены бы тебе не было. Фиксируем время. Еще чуть-чуть, еще немного. Давай, давай, давай. 11.15. Ура! Поздравляю. Чтобы вы понимали, он на 11 лет еще старше, но этот возраст сто процентов не выглядит. Ну какое наказание? Ладно, пошли, у нас время есть, чтобы не заболеть еще. Видела, как она бежала? Серьезно. Готова умереть, но проиграть нет. Нет, проигрывать я готова. Машину в купальнике пусть нет. Ну давай так. Без купальника, я же тебе говорил уже. Будет еще веселее. Вот так, ребята. Настоящая девчонка делает красоту. Ну больше, больше секса. Где оно все? Вот так вот. Вот это огонь. Несмотря на то, что я проиграл, ну, у нас 50 процентный, как говорится, вариант. Хотя бы просто сверху. Но все равно круто посмотреть, как твою машинку моют. А я все летала. Так, вот здесь еще плохо помыл. От фары хорошо протирай. Давай, старайся. Старайся. Кто бы знал, что ты приедешь в Анапу и будешь мыть машину. Как это? Повышение по службе называется, да? Я думаю, сейчас комментаторы будут писать о том, что вот она сейчас там грязью поцарапает. Я машину сначала отбил, ребятки, чтобы грязи не осталось. И так вот просто фигней страдаем называть. Давай диски помоем. Красиво, колеса. Вот если бы ты в стрингах это делал, мы бы сзади смотрели сто процентов, было бы гораздо красивее. Чувствую, комментаторы взорвутся. Я сам сижу, у меня тут слюни текут прямо. Вон то колесико давай. Лучше мой. Это очень красиво. It's so beautiful. Это лучшее наказание в моей жизни. Снимать, как моют мою машину. Еще два осталось. Ну зачем поправить? Ты не в ту сторону поправляешь. Мы так точно тебе мужа не найдем. Мне такого не надо. Какого такого? Тебе не надо мужчина, который нравится женская грудь. Не нужен. А что, есть такие, что ли? Сто процентов, я тебе говорю. У нас тут навевают всякие европейские ценности. Многие мужики вещь попереезжали ради них. Хорошо, что мы остались. Давай, 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 давай. Ну пишите, ребята, не слишком, блин. Нет, когда ты наклонялась, было красивее, я тебе хочу сказать. Так что делай вещи красиво. Блин, вот если бы не штаны. Там даже ничего не смотреть не надо, но это было бы гораздо круче. Фантастик. Короче, мы находимся на Северной 1, как-то так называется, мойка. Здесь часто моем свои машины. Ему огромнейший привет, ребята. Мойте. Ей очень понравилась розовая пена. Я думаю, что вашим девчонкам, которые вам проиграют, тоже очень зайдет. Тебе спасибо большое. Сейчас покажем, как на самом деле машина моется. Северной 1, как на самом деле машина моется. Все, ребятки, на этом мы заканчиваем. Спасибо этой девушке с большими красивыми глазами от души. Это лучший проигрыш, как говорится в моей жизни.